Праздник Крещения Господня Великие 20-е праздники бывают господские, бывают богородичные, а также некоторые из них посвящены отдельным святым, например, апостолам Петру и Павлу. Праздник Крещения Господня относится к числу господских праздников. Он еще имеет другое название, праздник Богоявления, а также у него еще другие названия, которые в настоящее время уже забылись, вышли из обихода. Но не ушли из церковной памяти. Об этом мы сегодня поговорим. Праздник Крещения Господня, события праздника Крещения Господня описаны в Евангелиях, в Евангелиях от Матфея, от Марки и от Луки. В этот праздник произошло следующее. Господь Иисус Христос впервые вышел на общественное служение, то есть на проповедь к израильскому народу. Перед тем, как Господь Иисус Христос вышел на проповедь, проповедовал Иоанн Креститель. Мы его называем Претечей, потому что он предшествовал, подготавливал народ израильский к приходу истинного Мессии. И в этот день происходило, как и в предыдущие дни, как и в предыдущее время происходило событие Крещения. То есть Иоанн Претеча проповедовал покаяние израильскому народу, верные верующие приходили к Иоанн Претече, принимали крещение покаяния. То есть они исповедовали свои грехи, очищали свою душу, и в знаке этого очищения Иоанн Креститель совершал внешние действия, которое заключалось в погружении человека в воду реки Орда. И вот в один из дней, когда Иоанн Креститель проповедовал покаяния израильтянам, приходит к нему Господь Иисус Христос. Иоанн Креститель узнает его, он понимает, с кем сейчас будет иметь дело, с кем будет иметь разговор. И происходит следующий диалог, который запечатлен в Евангелиях, мы его можем прочитать. Происходит диалог следующего содержания. Иисус Христос подходит к Иоанну Крестителю, и Иоанн Креститель обращается к Иисусу Христу со словами, имеющих следующий смысл. «Зачем ты пришел? Ведь я не достоин развязать сапога, развязать ремня на твоих сандалиях». И мне скорее надлежит принять крещение у тебя, чем ты должен принять крещение у меня. Но Христос отвечает ему следующими словами, что нам надлежит исполнить всякую правду. То есть Христос говорит о том, что на нем, как на Мессии, как на истинном Христе, то есть помазаннике Божьем, Бога-человеке, который должен спасить человеческий род от греха и от проклятия смерти, на нем должны исполниться все ветхозаветные пророчества. И Иоанн Креститель совершает крещение Иисуса Христа, и здесь совершается то, что мы называем Богоявлением. Отсюда второе название этого праздника – Богоявление, по-гречески – Теофания. И в славянском Средневековье этот праздник также именовался Теофани. Происходит Теофания, Богоявление. С небес звучит голос Бога Отца, который говорит «Сей Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение». И Дух Святой в виде белого голубя сходит с небес, и таким образом вся Святая Троица в трех лицах становится видимо и слышимо людьми. И этому событию было много очевидцев, в том числе и будущие апостолы. Так, например, апостол Андрей Первозван, до того, как стал апостолом, являлся учеником Иоанна Претечи. Такова история праздника, таковы события этого праздника. История этого праздника имеет следующее содержание. Это событие, конечно же, было вспоминаемо всегда христианами, это событие праздновалось каждый год христианскими общинами. И до IV века существовал единый праздник Богоявления. То есть, когда христиане праздновали сошествие Иисуса Христа в этот мир, его Боговоплощение, оно в IV веке произошло следующее. То, что праздник Богоявления разделился как бы на два праздника. Праздник Рождества Христова и праздник Богоявления Господни. То есть, событие, когда Христос родился плотью, то, что мы по новому стилю празднуем 7 января. И событие, когда Христос явился как учитель израильского народа, то, что мы празднили в праздник Богоявления, Крещения Господни. Эти праздники стали двумя праздниками. Вот это произошло в IV веке, и до сей поры таков порядок этих праздников остался в церковном календаре. 25 января Святая Православная Церковь празднует память святой мученицы Татьяны. Очень почитаемый святой, который известен также нам как покровительница студентов и вообще учащихся. Святая Татьяна родилась на рубеже II-III веков, около 200 года, то есть, в семье римского чиновника. Известно, что ее отец занимал в течение своей биографии трудовой трижды должность консула Римской империи. И известно также нам, что родители святой Татьяны были тайными христианами, то есть, воспитали свою дочь в благочестии, вере. И это воспитание дало свой плод, как мы знаем из жития святой Татьяны. Святая Татьяна жила в эпоху с I по III век. Эта эпоха длилась, которая справедливо называется эпохой гонения, эпохой мученичества, веками мученичества церкви. Это было время становления церкви Христовой, когда римские власти, когда периодически на трон императорские заступали властители, которые организовывали массовые гонения на христиан. И вот в одно из таких гонений пострадала святая Татьяна. Это было при правлении императора Александра Севера. Как было в римских традициях, в римских обычаях, когда заступал на трон новый император, то в честь него служились служения в языческих храмах. То есть римский император, он был в глазах римлян полубогом, фактически богом воплотившимся. Он был одновременно и богом, одновременно императором, одновременно верховным жрецом римской религии. И было нормальным, традиционным воздавать при восшествии императора на престол ему божественную честь, божественную славу. То есть воскурялся Фимеан в храмах языческих, ему подавались божественные почести. И христиане этому противились, конечно же. И святая Татьяна была одной из тех мучениц и мучеников, которые были схвачены римскими властями, от которых римские власти пытались добиться их отречения от христианской веры. И требовали, чтобы они воздали божественную славу императору. В принципе, больше от них ничего не требовалось. В этом заключалось отшествие от христианской веры для них. И святая Татьяна была тверда в своей вере, она не поддавалась на уговоры. Она была тяжко и стезуема. Мучения, которым она подвергалась, были действительно страшные. То есть она была отдаваемой на съедение диким зверям. И всячески физически ее истязали. И в конце концов, после того, как... После известного эпизода зажития, когда на нее хотели натравить льва, но в итоге этот лев Татьяне никакого вреда не причинил, зато причинил вреда воинам, которые стерегли Татьяну. То есть те, которые исполняли приговор. И после этого ей отрубили ее чувствную голову. Вот так закончила свою жизненную пусть святая Татьяна. Она была почитаемой мученицей всегда. То есть одной из самых известных мучениц в христианской церкви. Вот она особо была почитаема в русской церкви, так сложилось. И в честь нее был освящен в 1791 году храм святой мученицы Татьяны в Московском университете, который был основан немного ранее, в 1755 году. И благодаря вот этому храму святая Татьяна в русской церкви, в России, за ней утвердилось вот это звание покровительницы всех учащихся. Мы, когда вспоминаем святую Татьяну 25 января, должны, конечно же, молиться ей как действительной помощницы, заступницы в наших учебных, научных делах. Но самое главное, мы должны вспоминать о подвиге ее веры. О том, что главное дело святой Татьяны – это было именно исповедание веры. Мы должны быть также тверды в христианской вере, несмотря ни на что, не отступать от Христа и его заповедей. Божественная литургия в дни празднования Рождества Христова в Мариинской гимназии Ульяновска – добрая многолетняя традиция. Совершается она в домовом храме в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, что действует при учебном заведении. В этом году службу впервые возглавил митрополит Симбирский Инваспасский Иосиф. Храм при гимназии существовал с момента ее основания. Сперва это была церковь во имя святой мученицы царицы Александры. Затем, после пожара, в 1873 году, храм осветили в честь святой равноапостольной Мироносицы. В советские годы на его месте расположился кабинет директора. Идея восстановить историческую справедливость возникла чуть больше десяти лет назад. Естественно, мы стали опрашивать родителей, учеников, привлекли общественность. И мы были приятно удивлены тем, что большинство людей как раз выступали за восстановление храма на его историческом месте, в стенах школы. И подобное единодушие в стенах Мариинки, учебного заведения с 200-летней историей, не случайно. Здесь не просто чтут традиции. Образовательный процесс в гимназии – неотъемлемая составляющая духовно-нравственного воспитания. Его важность осознают не только педагоги. Это одна из гимназий, где очень большой процент родителей, которые выбрали модуль основы православной культуры. И наше взаимодействие по духовно-нравственному воспитанию приносит свои результаты. Очень много детей и родителей приходят во время совершения богослужений в свой родной домовой храм. Обычно здесь служит владыка. И поэтому, конечно, это огромная ответственность, потому что Мариинская гимназия каждый раз очень серьезно готовится к данному богослужению, потому что мы понимаем, насколько это важно и для владыки, и для нас, и для педагогической общественности, и для родителей. Все желающие гимназисты в этот день смогли исповедаться и причаститься. Ребята признались – и участие в службах, и общении со священнослужителями для них давно уже не просто формальность. И в некоторых ситуациях, когда казалось бы, что уже ничего нельзя сделать, всегда можно обратиться к Богу, который очень часто слышит нас и помогает нам. Поэтому для меня, конечно же, очень важно, что в нашей школе находится храм, потому что к нам достаточно часто приглашают священников, которые отвечают на интересующие школьников вопросы. О воспитании будущего поколения говорил и владыка. В завершении божественной литургии он совершил славление праздника и обратился с пастырским словом к собравшимся, подчеркнув, как важно преподавать детям основы православия. Многие родители, не понимая, что такое закон Божий, они говорят, а зачем нашим детям засорять головы вот этим законом Божьим? Зачем им нужно знать, как класть поклоны, как ставить свечку? А мы им объясняем. А вот вы посмотрите, вы откройте эту книгу, там говорится совсем о другом, потому что закон-то Божий, он не о том, какой рукой поставить свечку. Закон Божий – это нравственный закон нашей жизни. Само преподавание закона Божия, оно не делает человека еще верующего, но оно дает ему выбор. Принять это учение, эти нравственные критерии и решить по каким-то другим критериям. В завершении визита глава митрополии пожелал успехов и помощи Божией в учении всем присутствующим, а участники торжества выразили надежду на скорую встречу в совместной молитве в стенах домового храма Мариинской гимназии. Елена Гончарова, Наталья Шуплицова, Симбирская митрополия. Чистые, будто ангельские детские голоса на какое-то время заполнили своим звучанием высокие своды Спасовознесенского кафедрального собора в один из дней рождественских каникул. «Маленькие свечи» под таким названием состоялся третий фестиваль детских хоровых коллективов в Ульяновске. Вообще в православной церкви нет музыкальных инструментов. Мы приносим Богу в дар то, что Он нам Сам дал, наши голоса. Этими голосами прославляем Господа за богослужение. Этими голосами мы делимся, конечно, друг с другом, отмечая праздники вот этой радости о рожденном Богом Владенцем Христе. Инициаторами и организаторами фестиваля выступила Симбирская епархия. Праздник состоялся при поддержке Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Отрадно, что в фестивале, кроме ребят, посещающих воскресные школы при храмах, приняли участие и воспитанники общеобразовательных школ и детских школ искусств. Мы собираем наших музыкальных руководителей, мы стараемся заинтересовать их в том, чтобы они не только светские, но и духовный репертуар разучили в своих коллективах, и чтобы они сами в своих нюансах, в своих средствах выразительности, в тех оттенках, которые они в этом применяют, в исполнении этих песен, чтобы они придерживались духовной культуры, сокровищницы духовной музыки, и которые хранятся в церкви. Чистая дева, чистая дева, сына породила, Христос родился, Бог воплотился, Ангелы поют, славу воздают. К подготовке участники фестиваля подошли со всей ответственностью и пониманием. По словам самих ребят, исполнение христианских песнопений стало для них непростым и волнительным делом. Я понимаю, что у меня были некоторые ошибки, но все исправимо. Мы готовились очень долго, и я когда выходила на сцену, очень волновался. Но потом все же сложилось облакополучно. Цель проведения фестиваля детских хоровых коллективов – заложить в сердца детей маленькое зерно понимания певческой православной культуры, сохранить ее богатство. Также здесь есть возможность почувствовать себя причастным к прославлению самого светлого христианского праздника. Когда я пою, у меня одновременно и восторг, и радость в том, что ты стоишь, поешь, ты произносишь, ты радуешь Господа. И кажется, как будто он рядом стоит и радуется, что вот поют и прославляют его. Финал фестиваля украсила и еще больше сплотила выступление сводного хора всех участников. В завершении праздника митрополит Иосиф отметил, что дети исполняли довольно сложные произведения и трудно кого-то особенно выделить. Поэтому владыка вручил благодарственные письма и подарки всем коллективам-участникам фестиваля. В таком месте, в таком соборе, на такой светлый праздник исполнить песнопение, побывать вместе в общем сводном хоре для детей является особым, наверное, мероприятием, которое оставляет след во всей их жизни. Организаторы надеются, что свет маленьких свечек, зажженный в эти праздничные дни, никогда не погаснет в душах участников и гостей этого фестиваля. Наталья Шуплецова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем в рубрике «Вопросы батюшки» отвечать на вопросы наших зрителей. И сегодня первый вопрос такой – почему в Рождество поклониться младенцу Христу пришли волхвы, они же язычники? Вы знаете, многие язычники во времена Христа жаждали познания истинного Бога. И, как говорят святые отцы, как древнему Израилю был дан закон Моисеев в качестве детоводителя ко Христу, то есть того учения, которое приведет ко Христу древних евреев. Точно так же и многим язычникам были даны некоторые, как это называется, естественные откровения. В частности, многие святые отцы называют античную философию таким откровением для язычников. Поэтому и волхвы, которых мы называем мудрецами, жившими в древней Месопотамии, наблюдавшими звезды, то есть занимавшимися астрономией, волхвам тоже было открыто о Христе. Они увидели звезду необычную, которой раньше не было, звезду, которая по их представлениям предвещала рождение царя, спасителя мира. Именно поэтому они и пришли поклониться Христу, узнать, а что же именно предвещает эта новая необычная звезда. По церковному преданию волхвы в свое время были крещены апостолом Фомой, проповедовавшим на Востоке. И волхвы почитаются святыми в православной церкви. Следующий вопрос такой. Почему говорят, что в Рождество нельзя есть до первой звезды? Что подразумевает под собой это выражение? До первой звезды говорят не про Рождество, а про Сочельник, то есть день перед Рождеством. Сочельник бывает два раза в году. Один перед Рождеством и второй перед праздником Богоявления. Эти праздники следуют один за другим и связаны между собой. Первый Сочельник – 6 января по новому стилю, и второй Сочельник – Богоявленский – 18 января по новому стилю. Что значит до первой звезды? Все предписания о еде, посте, трапезе связаны в церковном уставе с тем или иным богослужением. Дело в том, что в Сочельник положено совершать вечернюю особенное богослужение, и вечернюю эту положено совершать ранним вечером. Но ныне, по устоявшейся уже многолетней церковной практике, эту вечернюю следует совершать сразу после утреннего богослужения. И люди церковные знают, что, вернувшись после этого богослужения домой или пройдя в монастырскую или храмовую трапезу, мы накрываем стол и вкушаем постную пищу. Поэтому выражение «до первой звезды» – это значит до окончания вечерния в Сочельник, которая сейчас совершается сразу же после утреннего богослужения. И примерно в 11-12 часов в это время уже можно садиться за трапезу. Многие готовят сочево, то есть зерна вареные и подслащенные медом, от которого этого блюда, сочево, этот день называется Сочельник. Здравствуйте, дорогие зрители! От вас поступил к нам вопрос по электронной почте, на который мы сегодня хотели ответить. «Почему Евангелий несколько? Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В чем их разница и в каком порядке их лучше изучать?» Конечно, когда мы видим одну книгу большую и в ней собрание четырех евангелистов, которые повествуют об одних и тех же, как нам кажется, событиях, у нас возникает вопрос – в чем же разница? И почему одни и те же события описываются аж четыре раза? Ну, во-первых, если посмотреть с первых строк Евангелия, мы видим, что они уже отличаются. Каждый евангелист писал по особому случаю и к особой группе людей. Так, например, евангелист Матфей писал к своим соплеменникам-евреям, часто ссылаясь на пророчества из Ветхого Завета, ссылаясь на высказывания древних, которые ждали Мессию. Марк, апостол-евангелист, он записывал по словам апостола Петра, который проповедовал среди язычников. И Евангелие от Марка, оно содержит в себе меньшее количество этих пророчеств, на которые ссылается, например, Матфей. Поэтому здесь разница очевидна уже даже среди этих двух Евангелий. Лука более обстоятельно излагал Евангелие. В мельчайших подробностях, практически с научной достоверностью, он выверял хронологическую последовательность событий. Он старался изложить их наиболее четко, максимально объяснив для обывателя, а Евангелие, оно написано для простых людей, максимально простым языком. Евангелист Иоанн Богослов, он немножко вообще в стороне отстоит от трех синаптических евангелистов, которые как бы единообразно повествуют о событиях и рассказывают притчи. Евангелист Иоанн Богослов, он повествует о высоте евангельского учения, о любви. И вот подчеркивается обычно толкователями, что главная тема евангелиста Иоанна Богослова – это любовь Бога к человечеству. И что любовь, она выше закона. И вот таким поверхностным обзором, если мы обозрим Евангелие, мы уже видим, что есть отличия. В какой последовательности их читать, я думаю, что они, эти последовательности логично изложены в каждом Евангелии. И открывая первую книгу от Матфея, мы продолжаем читать так, как они есть по порядку. И дополняется у нас картина о жизни, которую Христос здесь на земле нам показал. И как Он завершил эту жизнь, все это мы читаем в Евангелиях. Поэтому суть особой нет в этом, в какой последовательности читать Евангелие. Самое главное, что мы их прочитаем все четыре, и одно другое будет подкреплять. Да и потом, когда мы смотрим на какой-то объект с четырех сторон, мы его лучше узнаем со всех сторон. Также здесь одинаковые события рассказываются четырех евангелистов, но они рассмотрены четырьмя разными людьми, которые наделены особыми умственными способностями, особыми личностными характеристиками, которые Господь не отымал у них. То есть они, пользуясь всем этим, смогли использовать свои возможности такие. Господь их осенил и через них дал слово нам с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok